Здравствуйте, уважаемые телезрители! Появившаяся информация о разработке проекта Нового Гражданского Кодекса Республики еще раз высветила глубинную проблему. Наличие в Казахстане двух миров права и, соответственно, носителей права, одних из которых точно можно отнести к миру псевдоправа. В нашей стране много высокопрофессиональных правоведов, но они, к сожалению, отстранены от принятия решений, могущих повлиять как на правовую политику, правотворчество, так и на правоприменение. Живо могу представить юриста Жовтиса во главе Верховного Суда Республики, а адвоката Калиева на посту Генерального прокурора. И небо не упадет на землю, и эффективность функционирования этих структур как систем в механизме правового регулирования государства не ухудшится. Но пока что единственный их, уточню наш, удел – борьба с нарушением прав со стороны лиц, наделенных властью. Иных – наблюдение со стороны, да иногда реакция на покровительственно-снисходительное и спрашиваемое мнение по несущественным вопросам. Потому что в течение 30 лет государство отбирало для себя таких юридических исполнителей, которые были ему удобны. Некоторые возразят, и справедливо, что это наследие советской эпохи. Юристы, расследовавшие дело Жильтахсановца Расхолбекова, осудившие его, до сих пор на коне, так сказать, пришлись ко двору и при новой власти. В этом-то и заключается проблема. К сожалению, это не сугубо правовая. И ведь не скажешь, что реформ нет. Но они не последовательны, а самое главное – не нацелены на интересы гражданина и личности. Олицетворением их может стать арбузный рейс 90-х годов прошлого века тогдашнего министра внутренних дел господина Сулейменова Хайербека. Нарушение. Взяточничество, использование служебного положения для совершения правонарушений, поборов выявили, пожурили, а воз и ныне фактически там. Другим полюсом можно назвать поход юриста и ученого Шайкенова во власть и не испортившегося, потому и отторгнутого ею. Остальные тем или иным способом приспосабливались или постепенно выдавливались за рамки государственной юридической деятельности. В итоге сформировалось два юридических сообщества, отражающих два мира права, которые говорят на совершенно разных языках и оперируют разными юридическими конструкциями. Одно сообщество – это чиновники от юриспруденции, парламентарии, судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, отдельно адвокаты, члены избирательных комиссий. Другое – правозащитники, юристы и часть независимых ученых. Сама тема разработки проекта ГК задевает ненавизной научной мыслью, практической ценностью для совершенствования правового регулирования товарно-денежных отношений, а келейностью, приуроченностью к визиту высокопоставленного чиновника, вице-министра юстиции, дескать, смотрите, мы есть для вас, услужливостью и проявлением подсознательной ущербности. Почему сложилось такое положение вещей? Повторюсь, 30 лет власть отбирала для себя таких юридических исполнителей, которые были ему удобны. Под это подведена и законодательная база. Действующим правом в Казахстане признаны нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики. Иными словами, действующее право – это конституция и соответствующие ей правовые акты и обязательства Казахстана. К сожалению, данная точка зрения исключительно нормативной концепции права принимается правосознанием субъектов права и таким образом включается в тело правовой культуры. Более того, она тщательно взращивается, культивируется. Рискнем предположить глубокую порочность данной трактовки действующего права. Но если Конституция так дефектно формирует понятие действующего права, может где-то там, за горизонтом, маячит перспективу изменения этого конструкта? Концепция правовой политики, утвержденная указом Президента Республики еще в 2009 году, на период с 2010 до 2020 года, оперировала понятием верховенства Конституции. Что под этим понималось? Раздел второй концепции под этим термином предполагается соответствием норм актов нежестоящего уровня актам вышестоящего уровня. Таким образом, понятия верховенства права нет, но имеется скрепа, неизвестная праву развитых правопорядков, понятие верховенства Конституции, предполагающее аналогию с верховенством закона. Однако в пику порочной в этой части позитивистской теории считаем необходимым обратиться к идее верховенства права, иногда проскакивающей в лексиконе казахстанских юристов и государственных служащих разного калибра. Элементарное обоснование применения идеи верховенства права и созданных на ее основе конструкций – это активные имплементации законодателей, да и теми же разработчиками нового ГК, некоторых норм и целых правовых институтов развитых правопорядков, где именно идея верховенства права пронизывает эти самые конструкции, институты, оживая в конкретных нормах. Заморский продукт верховенства права – это тема аналога этого феномена в казахстанском обычном праве, еще ждет своего раскрытия, я уверен, переведен не совсем корректно. Слово «ло» в контексте верховенства права вообще не аутентично. Слово «право» в его авторитарно-постсоветском понимании переводить его, как право пишет Лукьянова, нельзя. В итоге английское «rule of law» и его перевод на русский язык – это совершенно разные философские понятия, потому что верховенство права, помимо строгого соблюдения закона, юридической силы и иерархии нормативных актов, в первую очередь означает верховенство смыслов, а в России трактуется как верховенство буквы «закон». Это замечание актуально и для нашей действительности. В доклане Венецианской комиссии о верховенстве права в разнице между понятиями верховенства права и верховенства закона уделено специальное внимание. В неудачнем прошлом, говорится в нем, суть верховенства права в некоторых странах была искажена до того, что она стала равнозначной таким понятием, как верховенство закона или управление на основе законодательства, или даже закон на основе норм. Такие формы толкования позволяют оправдать авторитарные действия правительства и не отражают истинного значения понятия верховенства права. Аналогом верховенства права в континентальной правовой семье является концепция правового государства. Но и она отличается от верховенства права по двум пунктам. Первое. Англо-американская традиция не считает, что право может быть сведено к логической системе, контролируемой только лишь Конституционным судом. Второе. Она не считает, что права гражданину предоставляются государством. Генеральный секретарь ООН определяет верховенство права как принцип управления, в соответствии с которым все лица, учреждения и структуры, государственные и частные, в том числе само государство, функционируют под действием законов, которые были публично приняты, в равной степени исполняются и независимо реализуются судебными органами, и которые совместимы с международными нормами и стандартами в области прав человека. Для этого также необходимы меры, обеспечивающие соблюдение принципа примата права, равенства перед законом, ответственности перед законом, беспристрастного применения законов, разделения властей, участие в принятии решений, правовой определенности, недопущения произвола и процессуальной и правовой транспарентности. Концепция верховенства права закреплена и в Уставе ООН, а также во всеобщей декларации прав человека 1948 года, в которой этому принципу также отводят центральное место, где говорится, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения. Вновь обратимся к российскому ученому Лукьяновой. Массовая российская наука и школа, готовящие специалистов для судебной и правоохранительной системы, не рассматривают права как сложную социально-политическую науку с огромным количеством неотъемлемых друг от друга тонких внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей. Мы полагаем, что право не может быть сведено к логической системе, контролируемой только лишь государством. Права гражданину представляются не государством. Они естественные, неотъемлемые и неотчуждаемые. Соответственно, два правоведа по специальности, юриста по квалификации, в зависимости от того, где и на кого они работают, по-разному будут трактовать одни и те же явления и события. И дело не в определениях. Это совершенно иное представление о модели взаимоотношений гражданина, государства и общества, на которой основывается правовое сознание и правовое поведение. Говоря в одном и том же, мы вкладываем в то, о чем говорим, совершенно разные смыслы, и потому не понимаем друг друга. Именно это и продемонстрировали ученые Казгюа, дарующие стране новый гражданский кодекс. Вопроса о том, что разработка проекта недопустима ввиду неучастия ученых, стоявших у истока гражданского кодекса, не стоит. Никто не приватизировал право на ее разработку. Жизненное кредо доктора наук, профессора, академика Майдана Контуральевича Сулейменова, которого он повторял нам, своим учениковым аспирантам, в науке нет авторитетов, есть лишь поколение, заслуживает уважения. Так может сказать лишь гражданин, ученый и юрист уверены в своих силах. Так какое поколение правоведов нам нужно? Какой мир права?